Юрий Пыханцев живёт здесь больше 30 лет. Переехал сюда, когда дом только ввели в эксплуатацию. Вспоминает, тогда дороги были идеально ровными. Однако с годами пришли в негодность. Когда последний раз делали ремонт, Юрий Васильевич вспомнить не может. Я не помню. Её, по-моему, вообще не делали. Просто вот это всё, что насыпается, вот это насыпали года 4 назад. Но так как лужи большие, машины ходят низкие, они вот так катаются, катаются, горка намоется, вот такая вот гора. И всё. Её бы трактором снять, да некому снимать. Большие проблемы дорога доставляет автолюбителям, уверен Юрий Васильевич. К дому на машине подъехать сложно, особенно в дождливые дни. Низкие машины днище царапают, обрываются всё. У меня жена ездит. Низкая у неё машина. Так она едет, как шоркнет-шоркнет. А жалко, конечно, машину. Страдают от таких дорог не только водители автомобилей, но и дети, уверены жители. Говорят, ребятишки не могут нормально проехать на роликах и велосипедах. Ямы мешают. Андрей, когда пошёл за нами, он жал нас, он поехал, потом он хотел скатиться с горки там вот и упал, потому что там была яма. И тут у него были эти синяки. С просьбой отремонтировать дорогу жители девятиэтажки обращались в управляющую компанию не один раз. Наверное, за всё лето, наверное, каждый месяц, в месяц по несколько раз. Вот старшая сидит на улице, начинаем её это самое, она начинает звонить. Вот он по телефону скажет, ой, всё, вот завтра понедельник, вторник обязательно приедем, обязательно зима. Сколько понедельников, вторников прошло? Только не говорит, когда. В каком году понедельник, вторник будет. Дозвониться руководителю управляющей компании нам не удалось. Однако жители сказали, что на этой неделе проходило собрание собственников, на котором присутствовали представители организации. Дорогу пообещали сделать в ближайшее время. Правда, не сразу всю, а частями. Продолжение следует...